В эфире программа новости дня в студии Данил Добрин. Здравствуйте! О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Оренбурге стартовал 18-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Центральным событием стало пленарное заседание, на котором говорили о снятии инфраструктурных ограничений международной торговли. На связь с Оренбургской областью вышли президенты двух государств. Владимир Путин и Касым Жамар-Такаев из московского Кремля. Наталья Мороз продолжит. Золотой зал правительства Оренбургской области. Здесь только узкий круг участников с двух сторон. Представители СМИ находятся в пресс-центре. Пятиминутная готовность. И вот в режиме видеоконференции на связь выходит президент Владимир Путин. Глава государства начинает с обращения к коллеге. Касым Жамар-Такаев находится с первым визитом в Россию после своего переизбрания на пост главы государства. Владимир Путин поздравляет с уверенной победой и переходит к теме форума. Мы, конечно же, рады, что в Оренбурге собрались руководители органов власти порядка 40 регионов двух стран. Законодатели, представители министерств и ведомств, бизнеса, научных и общественных кругов. В таком широком формате вы обсуждаете, уважаемые коллеги, действительно насущные вопросы двухстороннего взаимодействия в самых разных сферах политики, экономики, в гуманитарной области. Касым Жамар-Такаев выражает признательность за организацию форума. Говорит, что между Россией и Казахстаном налажен доверительный и конструктивный диалог. Отмечает эффективное экономическое взаимодействие. Вместе с тем существует значительный потенциал для дальнейшего усиления торгово-экономического сотрудничества наших стран. Одним из направлений, в котором мы особенно заинтересованы, является кооперационное сотрудничество. На сегодняшний день в этой сфере между Казахстаном и Россией реализовано 110 совместных проектов на общую сумму 23 миллиарда долларов с созданием порядка 30 тысяч рабочих мест. Для развития экономических связей нужны современные и смелые решения, уверен президент Казахстана. Предлагает усилить совместную работу по приграничному сотрудничеству в строительство автодорог. Отдельно рассматривается вопрос об упрощении юридических процедур. По статистике, половина транзитного времени уходит на прохождение границы, что удваивает время груза в пути. Для этого предлагается принять совместную дорожную карту для снятия инфраструктурных ограничений, административных барьеров и создания благоприятных условий для перевозчиков и привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры. Во время заседания несколько раз звучит название важного транспортного коридора «Север-Юг». Это мультимодальный маршрут, который начинается в Санкт-Петербурге, а заканчивается в порту Мумбай, Индия. В условиях санкций этот транспортный коридор приобретает особое значение. Санкции прежде всего диктуют изменения логистических маршрутов. Мы все знаем про коридор Западной Китая, Западная Европа. Сейчас движение товаров по нему затруднено. Особую значимость приобретает коридор «Север-Юг». Мощность коридора позволяет увеличить поток до 6 миллионов тонн уже сейчас. Но надо решить много вопросов мягкой инфраструктуры. Мы теряем много времени и, соответственно, денег на административных, логистических барьеров. И сегодня мы позвали российских бизнесменов вместе эти проблемы решать. Данный коридор может быть интересен и регионам России. Полностью его потенциал еще не раскрыт. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер просит обратить внимание на реконструкцию станций «Элецк». Там есть моменты, которые нужно инфраструктурные снимать. И это тоже в 2-3 раза увеличит, соответственно, транзитный потенциал региона. И это, конечно же, позитивно в будущем скажет на бизнес и на социальную активность, но и возможности для развития региона, и не только нашего и соседей. Пленарное заседание длится чуть больше часа. После стороны переходят к подписанию двусторонних документов. Ставка на приграничное сотрудничество полностью себя оправдывает. Форум удался, признают участники заседания. Наталья Мороза, Горбероев, Алексей Назин. Новости дня. В рамках форума в библиотеке имени Крупской состояло заседание Российско-Казахстанского делового совета. Также прошла панельная сессия «Умные города. Цифровизация городской инфраструктуры». О чем шла речь на этих встречах, смотрите прямо сейчас. В первую очередь на заседании делового совета главный спикер отмечает темпы развития взаимодействия России и Казахстана по всем ключевым направлениям радуют. Вот за последние два года мы поддержали с вами 19 крупных проектов на общую сумму порядка 450 миллионов долларов. На стадии реализации находится еще 9 крупных проектов, еще на общую сумму 3 миллиарда. Значительные возможности в научно-технической сфере. Владимир Падалко добавляет, сегодня есть межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств-участниц СНГ до 30-го года и внутренние программы у каждой страны. Будут следовать стратегическим документам. Кроме того, делают акцент на совместную работу в промышленной сфере. Представитель казахстанской стороны отмечает, особое внимание из-за разрыва международных цепочек стоит уделить логистике. Усилить ту работу, которая проводится между Казахстаном и Россией, для того, чтобы наши интеграционные процессы в экономическом плане еще больше и эффективнее могли работать. Что, конечно же, невозможно без улучшения инфраструктуры. Стороны согласились, что для стабильного развития важно активизировать взаимодействие деловых кругов. Сосредоточить силы на поиске перспективных направлений, которые бы способствовали устранению инфраструктурных разрывов. Итог встречи – подписание сразу нескольких двусторонних соглашений. Подписаны документы на поставку грузов муниципальной, специализированной и строительной техники, хлебобулочных и кондитерских изделий и другие. О том, как сделать жизнь в городе максимально комфортной для всех обсуждают на панельной сессии «Умные города. Цифровизация. Городская инфраструктура». Участники говорят об успешных практиках, а также перспективах. На панельной сессии представляют цифровую платформу спроса и предложения на рынке строительства. Она поможет решить многие задачи. Будет показывать, где какие стройки планируются в регионе, то есть в рамках всей страны. Платформа должна носить открытый характер. Чем больше открытости, тем больше доступности для бизнеса и понимания с точки зрения прогнозирования, где какие объемы постройки должны реализовываться. Таким образом возникнет больше желающих принять участие в стройках России, уверен спикер. Как результат – больше конкуренции, а значит снижение стоимости жилья. Елена Ерёновна, Георгий Бурлузский. Новости дня. Гости форума начали прибывать в степную столицу уже накануне. Из соседнего государства делегация насчитывает порядка ста участников. В российскую же входят представители трансграничных регионов. Панельные дискуссии прошли сразу на трех площадках. Подробнее в материале Натальи Мороз. Древняя казахская мудрость гласит дружба, крепка взаимностью. Сегодня 18-й межрегиональный форум сотрудничества вновь объединил представителей органов государственной власти, бизнес-сообщества и экспертов двух стран. Обсуждаем транспортно-логистический потенциал России и Казахстана. Говорим о будущем трансграничного сотрудничества. В зале представителей Акиматов и правительств российских субъектов. Заседание панельной сессии начинает российская сторона. Статсекретарь, заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев благодарит Оренбургск область за гостеприимство и возможность принять участников значимого события. Подчеркивает, главная задача – суметь ответить новым вызовом реальности. Говорит о деятельности министерства в этом году. Акцент в работе с российскими регионами и соседним государством стоял по модернизации пунктов пропусков. С одной стороны, еще недавно рассматриваемая как достаточно проблемная отрасль при надлежащем уровне взаимодействия показалась совсем другие результаты. Глава республики Алтай Олег Харахордин выражает надежду, что в рамках форума удастся решить наболевшие вопросы. Республика граничит с тремя государствами – Монголией, Китаем и Казахстаном, с которым связывают тесные исторические связи. Сейчас в регионе идет работа над торговыми маршрутами, что позволит предприятиям Алтая войти в мощный транспортный узел, выйти и сократить путь на мировой рынок. Хотелось бы продуктивнее, признается глава алтайского края, развивать трансграничный туризм. Решение ведет в строительстве дороги Карагай-Ридер, которая бы соединила Восточно-Казахстанскую область и Республику Алтай. В настоящее время дорога Карагай-Ридер не соответствует современным требованиям к дорожному покрытию. На участке дороги до границы Казахстана в Республике Алтай имеется транспортный разрыв протяженностью 30,5 километров. Оренбургская область занимает особое место в межрегиональном сотрудничестве двух стран. У нас самый протяженный участок российско-казахстанской границы – 1876 километров. Казахстанская сторона отмечает положительную динамику товарооборота между Республикой и Оренбуржьем. Это один из основных наших партнеров, учитывая, что он ограничен не с одним, а несколькими регионами Казахстана. Наш общий товарооборот сейчас с Оренбургом растет. Наш товарооборот за последний, за этот год, за 9 месяцев вырос на полтора раза и 300 миллионов долларов достиг. Мы надеемся, что эта динамика сохранится и мы сможем улучшать отношения. Ильяс Османов подчеркивает, сейчас главное суметь совместными усилиями решить возникшие логистические сложности между конкретными предприятиями двух государств. В Казахстан поставляют свою продукцию более 170 предприятий Оренбургской области. Из Казахстана же в Россию везут руду, минералы, готовые продтовары. Генеральный директор Оренбургской губернской лизинговой компании Андрей Стрибков увидел новый виток в развитии бизнеса. И уже знает, как можно, используя трансграничные возможности соседей, привозить в Россию сельскохозяйственную технику из Китая в полтора раза дешевле. Форум – это встреча партнеров, это когда люди рассказывают, что они могут предложить, что мы можем предложить. Для себя я здесь подчеркнул именно вещи, которые связаны непосредственно с сельским хозяйством, а именно с поставкой сельскохозяйственной техники из Китайской Народной Республики. У Казахстана огромный трансграничный потенциал, и здесь я увидел практически до рубля, до километра экономические раскладки, по которым мы можем использовать Оренбург как ворота для поставок сельскохозяйственной техники из Китайской Народной Республики. В одном участнике совместного межрегионального совещания сходится. Транспортно-логистический потенциал двух государств до конца не раскрыт. Про Европу теперь уже никто не думает. Для всех становятся интересны такие рынки, как Китай, Индия, Казахстан, Узбекистан. Ну и, конечно же, мы понимаем, чтобы те товары, которые производятся здесь у нас в Оренбургской области, чтобы они доставлялись на конечные рынки, очень важно обеспечить нужную логистику. Чтобы сделать путь быстрым и качественным, нужно решить ряд приоритетных задач. Во-первых, провести реконструкцию всех пунктов пропусков. Во-вторых, построить современные автомобильные дороги, чтобы товары смогли доставляться в максимально короткие сроки до рынка сбыта, подчеркивает вице-губернатор Игнат Петухов. При этом важно приложить максимум усилий для создания новых и развития уже существующих экономических связей. Наталья Мороз, Семен Воробьев, Алексей Назин. Новости дня. Будущее в логистике. В 18-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана принял участие заместитель председателя законодательного собрания Оренбургской области Александр Кунеловский. Он рассказал, какие существуют перспективы общения двух стран. Участники панельной сессии «Транспортно-логистический потенциал России и Казахстана. Будущее трансграничного сотрудничества» обсуждают аспекты взаимодействия. Александр Кунеловский отмечает, с партнерами из Казахстана оренбургцы находятся в постоянном контакте, обсуждая проекты, которые принесут пользу и гражданам, и экономике. Особое внимание обращено именно на логистику. Мы же видим, что сегодня большая проблема в логистике, потому что перенацеливание наших потенциалов экономических на Восток сегодня ограничивается логистическими проблемами, и логистику надо развивать. И нужны новые железнодорожные проекты, нужны новые автомобильные проекты, поэтому это все впереди. Над этим работаем и будем работать. Александр Кунеловский добавляет, 18-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана показывает, что стороны доверяют друг другу, а значит, большая совместная работа продолжается. Елена Еремина, Георгий Бурлузский. Новости дня. В развитии поддержка молодежных бизнес-проектов. На одной из панельных сессий в рамках форума межрегионального сотрудничества спикеры обсудили, как можно увеличить потенциал молодежного предпринимательства России и Казахстана. Подробнее в нашем следующем материале. Молодые и инициативные. Десятки предпринимателей съехались на форум. Каждый представляет свои проекты. Тимур Мирзаков уверен, за молодежным предпринимательством будущее, а параллельная поддержка этого вида бизнеса России и Казахстаном только улучшит инвестиционный климат в обеих странах. В моем проекте предлагаются разные меры, которые, по нашему мнению, будут помогать для развития молодежного бизнеса. Оно, так скажем, касается исполнительных органов. Второе уже, так скажем, чтобы старшее поколение более-менее понимало новое поколение и, так скажем, напалм, интенсив, амбициозность молодого поколения. Программы льготного кредитования, обучающие курсы, подготовка кадров за счет государства – лишь малая часть поддержки, оказываемой бизнесу. Участники форума отмечают, молодые предприниматели – это люди, которые будут создавать платформу для жизни страны в ближайшее десятилетие. Встречи с такими бизнесменами необходимы, чтобы узнавать о реальных потребностях. В Государственной Думе Российской Федерации работе с молодыми предпринимателями уделяется особое внимание. И со своей стороны я готова оказать всяческую поддержку, помочь именно с реализацией инициатив и совместной законотворческой деятельностью. Кроме того, среди важных факторов отметили и отсутствие барьеров для развития. Участники подчеркивают, стимулирование молодых предпринимателей только усилит мультипликативный эффект от успешного взаимодействия бизнесменов России и Казахстана. Екатерина Якобсен, Игорь Бероев, Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся, и вот что вы увидите во второй части программы. Не переключайтесь. Около 6 миллиардов рублей льготных кредитов. В регионе реализуют программу поддержки предпринимательства. Улучшить эффективность работы и замотивировать молодые кадры. В региональном центре прошел форум «Время выбрало нас». Оренбургский бизнес получил льготные кредиты на сумму почти 6 миллиардов рублей с период с марта по октябрь 2022 года, сообщает портал правительства Оренбургской области. За этот период банки предоставили субъектам малого и среднего предпринимательства региона 294 кредита на сумму 5,9 миллиардов рублей. Кредитные средства почти в равных пропорциях предприниматели направили на оборотные инвестиционные цели. Напомним, в июле 2022 года были изменены условия программы льготного кредитования. Теперь максимальная процентная ставка по кредитам привязана к ключевой ставке, то есть ставке, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам и не может превышать ее более чем на 3% для среднего бизнеса, на 4% для малых предприятий и на 4,5% для микробизнеса. На сегодня ставка составляет соответственно 10,5%, 11,5% и 12,5% годовых для разных категорий заемщиков. В Банке России отметили, льготный кредит можно направить на инвестиции в производство, пополнение оборота, развитие предпринимательской деятельности или рефинансирование другого кредита, который был взят под более высокий процент. По новым условиям предприниматели региона оформили 27 кредитов на инвестиционные цели на сумму 1,8 млрд рублей и 2 кредита на пополнение оборотных средств в объеме 70 млн рублей. Новое оборудование для Орской стоматологии, ход ремонтных работ в поликлиниках и проблема записи к врачам. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова посетила восточную столицу Оренбуржья. В детской поликлинике на нефтяников идет капитальный ремонт. Уже заменили систему отопления и водоснабжения, покрасили фасад здания, заменили электропроводку, частично запустили отопление. Похожая ситуация и со взрослой поликлиникой на Пацаево. Подрядчик говорит, что в обновленной поликлинике будет два кабинета, где будут лечить экстренных пациентов. Татьяна Савинова подчеркивает, необходимо сделать просторный зал ожидания. Порисуйте, покреативьте, так, чтобы сделать хороший холл ожидания для неотложных пациентов. Возьмем необходимые плечи и по проекту первого этажа раскидаем, где какую комнату можно. Следующий пункт визита – взрослая стоматология на улице Красной. Здесь проблемы с томографом. В 2019 году аппарат, который до этого прослужил много лет, списали из-за поломки. Сейчас на такое оборудование требуется от 1 до 2 миллионов рублей. Вы наведете порядок по записи? Да, наведем. Я найду вам деньги. Найдите, пожалуйста. Найдите. Я и рада, что вы наконец-то к нам приехали. Остро стоит проблема получения талонов. Чтобы попасть к врачу, приходится с самого утра занимать очередь. Я абсолютно точно вижу, что здесь нетупиковая ситуация. То есть, ну, бывает, ну, правда, нет врачей, некуда деваться. И все. Это действительно большая проблема, когда у нас просто нет кадров. Татьяна Савинова также отмечает, многое зависит и от организационных решений, в том числе от работы медицинских регистраторов. Необходимо корректно распределять поток записей. Министр здравоохранения подчеркивает, выявленные проблемы имеют пути решения и при надлежащем внимании будут урегулированы. Екатерина Яковсина, Алексей Львов. Новости дня. Оренбургский педагогический университет успешно помогает школам. Минувшую пятницу в ВУЗе прошла международная научно-исследовательская конференция «Стратегия развития школ с низкими образовательными результатами. Аналитика сопровождения окновозможностей». Участниками конференции стали команды школ региона. Свыше 100 участников и актуальная тема – повышение качества образования в школах. В 2022 году в педагогическом университете стартовало исследование – сравнительный анализ эффективности подходов к качеству работы школ. «Я в прошлом году была куратором школы с низкими образовательными результатами. И по итогам этого проекта школа повысила свои результаты. Конечно, не сразу не залетели, но положительная динамика есть. Я считаю, что это очень эффективно». На конференции продемонстрированы ключевые достигнутые результаты. Благодаря гранту выявлены и применены инструменты преодоления рисков низких образовательных результатов. «Это исследование призвано осуществить трансфер научных знаний в управленческую педагогическую практику в части определения способов преодоления рисков. И в этом смысле разработаны инструменты, которые позволяют повысить качество работы школ». В этом году в исследовании участие приняли 33 школы региона. Проект реализуется не только на территории нашей области. Министерство просвещения России ставит задачу научно-методического сопровождения перед всеми педагогическими университетами. «Педагогический вуз должен быть методическим центром, сопровождать педагогов, ну, скажем, по завершении обучения, причем сопровождать через всю профессиональную жизнь». В рамках конференции школьные команды региона транслировали управленческие практики преодоления рисков низких образовательных результатов. Алена Круглова, Семен Воробьев, Андрей Булатов. Новости дня. Улучшить эффективность работы и замотивировать молодые кадры на достижение высоких результатов – цель руководства Оренбургского филиала «Газпромпереработка». Одним из этапов для ее реализации стал молодежный форум «Время выбрало нас». Местом для его проведения стал музей имени Виктора Черномырдина. Несколько десятков молодых сотрудников погрузились в историю газоперерабатывающего завода и посетили тренинг по личной эффективности. Наша съемочная группа побывала на мероприятии. Подробности смотрите далее. «Стадии стресса их три. Стадия тревоги, стадия сопротивления, стадия истощения дистресса». Стрессоустойчивость, умение овладеть собой, инструменты выхода из сложных ситуаций – это лишь часть темы из мастер-класса по личной эффективности. Его проводит заместитель директора Оренбургского газоперерабатывающего завода Дмитрий Лысиков. Молодые специалисты – будущее компании «Газпромпереработка». Я участвовал не только в этом тренинге, а и во многих других. У меня есть представление и база таких общих тренингов, которые я сам, исходя из своего опыта, могу проанализировать и сделать заключение, что вот, например, этот тренинг, он лучше. Он лучше подходит для наших коллег, для нашего подрастающего молодого поколения. Кроме этого, участникам рассказали, на что опираться в решении конфликта. В ходе деловой игры «Я – премьер» участники решали сложные политические задачи, перед которыми, будучи премьер-министром России, столкнулся Виктор Черномырдин. Все в рамках молодежного форума «Время выбрало нас». В этом году его проводят впервые. Реализовать задуманную программу решили в стенах музея имени Виктора Черномырдина. Первый директор завода, и мы решили сегодня организовать совместный форум молодежный, чтобы молодежь приехала сюда, познакомилась с его жизнью, с его достижениями. Ну и также подчеркнули для себя новые знания. Запрос на встречу в формате «Без галстуков» был от самих сотрудников Оренбургского предприятия. Поэтому в планах проводить молодежный форум каждый год, сообщают в Молодежном совете завода. Очень интересно подчеркнуть новые знания в том, как сохранить себя, как не выиграть на работе и как найти силы еще, чтобы жить вне работы. Помимо Молодежного форума, Оренбургский газоперерабатывающий завод компании «Газпромпереработка» регулярно проводит мероприятия по улучшению эффективности труда и сплочению коллектива. Интеллектуальные игры, квизы, спортивные соревнования и научные конференции. За этот год порядка 30 событий. Юлия Тюшевская, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. На этом все. Передаю слово Татьяне Штылер. Наш эфир продолжает программа «День с ОРТ». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин